Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сейчас мы поговорим о моей косметичке, о том, какие средства я ношу с собой, если уезжаю на целый день на работу, ну а потом, если еще предстоит какое-то мероприятие, например. Это осенняя косметичка. Я очень люблю носить в косметичках и сумках только самое необходимое, люблю оптимизировать свое пространство. Тяжелые сумки нам, девушкам, совсем ни к чему. Пудреницы ради зеркала я с собой никогда не ношу. Беру с собой довольно большие вот такие вот тонкие и легкие зеркала. Следующее, что я обязательно беру с собой, это крем для рук. Кожа на руках у меня довольно сухая. Кого интересует уход за кожей рук, за ногтями, пожалуйста, посмотрите. Я снимала отдельное видео. В данном случае это какой-то крем Кафе Мимини. В общем-то, он не сильно мне нравится. Но уж поскольку достался мне в какой-то очередной коробочке красоты, я им пользуюсь. В принципе, он неплохой, быстро расходится, хорошо впитывается, но очень долгого ощущения увлажнения, к сожалению, не оставляет. Поэтому для абсолютной уверенности того, что у меня не будет сухость на руках и что кутикула будет в ухоженном состоянии весь день, я ношу с собой вот такое вот стопроцентное масло какао. Я заказывала его на iHerb, но в карандаше плавится под воздействием тепла самый удобный вариант. Использую его и для рук, и под глаза, если такая необходимость возникает для увлажнения, и также вокруг кутикулы и на губы, что немаловажно. То есть это еще и прекрасный бальзам для губ. Очень советую вам попробовать с той-с той с небольшим на iHerb. И следующее, что мне очень-очень нужно на моей работе, это вот такой вот очень жидкий бальзам для губ с легким тинтом или без тинта. Довольно интенсивный оценок, но на губах он расходится и практически незаметен. Самое главное, что делают вот эти вот помады Винил Глосс от Диваж, это прекрасно увлажняет губы. Я озвучиваю фильмы, и когда ты говоришь безостановочно 2, 3 или даже 4, 5 часов, то уже нет сил раскрыть рот, губы сохнут. Поэтому он всегда рядом с бокалом воды на моем рабочем столике, и это мне очень помогает. Вот такого плана бальзамы или блески для губ, как угодно их можно назвать, я приобретаю постоянно. Следующее, что мне обязательно нужно, это для того, чтобы снять покраснение легкие. Не только на глазах, но и даже на лице, если такие в течение дня возникают, Визин прекрасно снимает какие-то воспаления легкие. Однако, перебарщивать с ним не стоит, он может очень сильно сушить глаза. Так что буквально по одной капельке в каждый глаз, раз в день и все. Средство, которое я обязательно ношу с собой, это очень кремовый легкий хайлайтер и легкий консилер. Довольно светлый консилер, очень-очень кремовый, очень-очень бюджетная косметика Эльф. Продается она на Ахерб, скидку вам на покупку, вне зависимости от того, будете ли вы покупать товары со скидкой или нет. Я оставляю, это будет дополнительная скидка, вы можете воспользоваться ей в любой момент. Вот видите, сейчас я нанесла его на венку, на руке. И давайте посмотрим, насколько он маскирует. Он совсем слегка маскирует, однако он увлажняющий и он не скатывается. Обратите внимание на сухую кожу, возрастную кожу, которая склонна к скатыванию всех средств морщинки. Вот этот консилер подсвечивающий. Если мне требуется в течение дня превратить мой макияж в какой-то более такой вечерний, чуть подсветить, то вот такой хайлайтер, смотрите, вот он совсем слегка подсвечивает. Можно его, кстати, добавлять и в тональные основы, и на губы можно использовать. Естественно, для сухой возрастной кожи, для жирной они не подойдут, они слишком кремовые. Наверное, вы будете удивлены, но самый обычный крем-вечер, крем для века лица, 100% натуральные масла, подходит мне под глаза как защитное средство во время холодов, во время ветров от обветривания. То есть я наношу его уже после основного ухода, после крема под глаза, сверху, перед выходом на улицу. Прихлопываю слегка, и это естественная такая защита. Он содержит ланолин и пчелиный воск, которые полностью не могут, как вы понимаете, впитаться, а значит, они постоянно защищают нежную кожу под глазами. И уже сверху на него я могу нанести тогда какой-то консилер, какой-то оттенок, который замаскирует, соответственно, мои темные круги, либо венки. Ну, то есть использую я его только перед тем, как куда-то уйти из дома. И это обязательно сейчас шаг в моем уходе, и это моя защита нежной кожи вокруг глаз. Осталось несколько средств, которые помогают мне превратить мой дневной макияж в вечерний, если это требуется. Если я куда-то иду после работы. То, что я ношу с собой, и для того, чтобы скорректировать тональное средство, и для того, чтобы немножечко растушевать консилер, возможно, румяна. Такая вот удобная, самая простая, искусственная, очень мягкая кисточка. No Name. Заказана была когда-то на Алиэкспресс. Стоит 3 копейки, но она очень удобная. Видите, она вот так убирается. Во многих брендах есть вот такая вот упаковка. Я считаю, ее самой удобной дорожной. Чтобы немного подсветить лицо, сделать его более таким ярким и более вечерним, тени для глаз от Bourjois. Ну, по цвету, посмотрите, пожалуйста, это замечательная, румяна получается. С легким золотистым таким отблеском. Очень приятный. Имеют такой, смотрите, вот нейтральный оттенок. Многие, кстати, спрашивали у меня, когда-то я показывала их в своем видео, что же это за номер. Это номер 34. Это и облачки щек, и как хайлайтер одновременно. И также это могут быть естественные тени для растушевки какого-то цвета, который у вас уже нанесен на глаза. Чуть-чуть буквально нужно добавить этого цвета в ваш обычный дневной макияж, и получается уже вечерний. Помада от Mabelin. Розовая Diva. Сто семидесятый номер. Смотрите, какой красивый цвет. Моментально превращает мой дневной макияж в вечерний. Эти помады в основном дуахромят. То есть, вот видите, они дают такой синий отблеск абсолютно красивый, очень вечерний. Получается макияж. И такой сразу яркий преображает макияж. Маленькая, ничего не весит, абсолютно очень удобная. Очень плотно, кстати, закрывается крышечка. Следующий вариант. Вот такой вот помады. Я ее называю помадой для художников. Помада-карандаш, которую буквально нужно точить. Она заключена в деревянное основание Pencil Lip Gloss. В номере 06 больше похоже на эти румяна. То есть, в принципе, и как кремовые тени эту помаду можно использовать. И как помаду, и как румяна. Экспресс-средство превращения дневного макияжа в вечерний. Если для вас эта тема интересна, я обязательно покажу, как я это делаю. Буквально за минуту я могу превратить свой макияж дневной в абсолютно вечерний. Такой торжественный, праздничный. И могу же идти куда-то в ресторан или на какой-то прием. Еще из косметических средств я ношу с собой всегда два карандаша. Один карандаш от Kika в золотом цвете. Это номер 01. Он также, как вы видите, абсолютно несложно растушевывается. Превращается в абсолютно такие вот золотые тени. Палетку теней, конечно, я с собой носить не буду. Вот такой вот карандаш от Kika очень даже помогает, опять же, превращению. Средство, которое помогает освежить любой макияж. И особенно, когда был трудный день, и глаза какие-то красные. То есть, я использую визин. И затем подвожу слизистую внутри нижнего века. И делаю ее более светлым. Не перламутровый. Но он смотрится не ярко. Чуть-чуть промаргивается глазик. И все, потом уже уходит этот яркий цвет. Карандаш от Essence. Kayao Pencil White. Один он в таком цвете, белом. Поэтому вы не промахнетесь, если будете искать вот такой карандаш. Один из последних элементов моей косметички. Это вот такой атомайзер, куда я наливаю духи. Я ношу его во все сезоны с собой. Это самый удобный вариант. И часть там классические Coco Chanel, туалетная вода. Но если размер сумочки позволяет, то я все-таки беру с собой вот такие вот духи на вечер. Духи от Булгария. Была вот такая вот лимитированная коллекция. Мне кажется, похожа на жучка или какую-то мужью коровку. Не знаю. Если вот здесь глазки сделать, мне кажется, очень похож. Но вот название у него какое-то очень сложное. Кстати, кто знает правильное название вот этой лимитированной версии, напишите мне, пожалуйста. Они настолько не похожи на все остальные духи Булгария. Это такой очень сдержанно горьковатый, очень богатый такой аромат. Мне очень нравятся такие черные вечерние платья. Вот так соответствуют вот эти ассоциации вот этому мешочку. То есть черное с золотом. И вот это, в принципе, вся моя косметичка. Все средства, которые я ношу с собой в косметичке осенью и частично зимой. Правда, зимой еще прибавится кое-что. Потом вам покажу, что. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Жмите, пожалуйста, значок пальчик вверх. Если вы сегодня первый раз со мной, еще не подписались, подписывайтесь. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!